В эфире программа «Точка зрения». Здравствуйте! Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в последние десятилетия сфера торговли и услуг Брестской области пережила заметные преобразования, как количественные, так и качественные. Говорит ли это о верно избранном курсе развития? И как планируется дальше развиваться? Какие планы? На эти вопросы и на другие нам поможет найти ответ наш гость, начальник управления торговли и услуг Брестского облсполкома Валерий Федорович Мацкевич. Здравствуйте, Валерий Федорович! Здравствуйте! Хочу сразу же поздравить и вас, и ваших коллег с прошедшим профессиональным праздником, который буквально вчера вы отмечали. Пожелать вам исполнения всех ваших самых дерзких планов по развитию нашей торговли, да? Ну и, естественно, побольше благодарных покупателей. И самое главное – денежных покупателей. Денежных, да. Уважаемые телезрители, вам напоминаю наш номер 21 55 65. Звоните к нам на прямой эфир в студию и принимайте участие в нашей беседе, задавайте вопросы, интересующие вас. Высказывайте свою точку зрения. Валерий Федорович, начать нашу беседу хотелось бы с такого общего вопроса. Один из показателей развития торговой сети – это рост обеспеченности населения торговой площадью в расчете на тысячу жителей. Каков этот показатель сегодня у нас в Брестской области и насколько он выполняется? Это относительно и торговли, и общепита. Ну, если уже говорить по цифрам, то данный показатель по итогам прошедшей пятилетки, он выполняется. Из запланированных 501 квадратных метров на тысячу жителей было выполнено задание на 534 метров квадратных на тысячу жителей. А уже по итогам первого полугодия этот показатель приближается к 600. И, в принципе, наша задача стоит на том, чтобы по итогам, конечно, пятилетки обеспечить минимум 600 квадратных метров на тысячу жителей и выше. То же самое и по количеству мест на тысячу в системе общепита. Наше задание на эту пятилетку – довести до 40 единиц на тысячу жителей. Сейчас показатель составляет где-то 38,4 в сегодняшний момент. То есть выполняем и перевыполняем? Нет, я бы не сказал, что мы перевыполняем. Мы находимся, как говорится, в тренде. Стараемся не ухудшить, а только улучшить данный показатель. Но, конечно же, это во многом, наверное, за счет возведения крупных торговых центров. Не только. Не только за счет открытия крупных торговых центров. Да, за прошедшую пятилетку, если говорить по открытию торговых объектов, у нас было открыто более 1600 новых торговых объектов. И торговая площадь переросла на 216 тысяч квадратных метров. Если говорить, сравнить с предыдущей еще пятилеткой, это в три раза больше, чем за предыдущую пятилетку. То есть тогда был открыт порядок где-то чуть больше 70 тысяч квадратных метров, увеличил торговую площадку. За прошедшую пятилетку 216. Ну и если говорить, да, за прошедшую пятилетку почти в три раза выросло количество, увеличился удельный вес крупноформатного, так называемого ритейла. Если на 1 января 2011 года удельный вес крупноформатных магазинов, как бы крупных сетевиков занимал у нас порядка где-то 10% удельный вес, то на 1 января 2016 года этот удельный вес был уже около 29%. Но если говорить по текущему году, у нас открыто по оперативным данным порядка где-то более 210 торговых объектов. И в основном это были именно магазины в этом году шаговой доступности. Ну, все-таки хотелось бы подробнее о больших магазинах, о гипермаркетах, супермаркетах. Они возводятся, это хорошо, но все же мы уже неоднократно об этом говорили. Но население все равно продолжает волноваться по поводу их чрезмерного количества. То есть, может уже хватит, вот задают такой откровенный вопрос. Дело в том, что развитие крупной любой торговой сети у нас имеет пределы развития, регулируется законом о госрегулировании торговли и общественном питании, где прописано, что торговая сеть, реализующая продовольствие, не имеет права превышать 20%, удельный вес, где он может быть в товарообороте, 20% превышает. Как только торговая сеть превышает 20% в товарообороте продовольствия, расширяться дальше она не имеет права. То есть, здесь уже вводятся фактически ограничительные меры. И каждая сеть при своем развитии смотрит на этот ограничительный показатель. Как показывает практика последних лет, все равно стоит именно формат отрытия магазинов, так называемой шаговой доступности. Магазины, ну, порядка где-то 400 квадратных метров торговой площади. Именно упор делается на эти магазины. Ну, в новых микрорайонах, в районных центрах, именно чтобы обеспечить это для тренировки населения в основных группах товаров. Ну, вот еще так говорят, что вот возводят эти супермаркеты, на что-то другое лучше потратили бы эти деньги. Но это же не бюджетные, я так понимаю, это инвесторы. Нет, дело в том, что при строительстве крупных гипермаркетов, 100% бюджетные средства не используются. Основная масса этих гипермаркетов строится в рамках реализации того или иного инвестиционного проекта, где уступает, с одной стороны, инвестор, тот, кто хочет построить гипермаркет, с другой стороны, наше государство, которое выдвигает определенные условия для строительства этого объекта, и инвестор должен их, обязан их выполнять. Это и сроки, это или иные меры, как бы социальные нагрузки, которые должен выполнить инвестор. И, соответственно, инвестор несет довольно-таки существенную ответственность за полное выполнение этого инвесторного договора. Ну и у таких объектов есть преимущества определенные, да, для тех же покупателей? Ну, дело в том, что чем больше магазин, тем больше выбор товара. И, как показывает практика развития мирового ритейла, именно 70% основных продаж совершляется именно в магазинах крупного формата. То есть торговая площадь идет от 1000 квадратных метров. Ну и, насколько я знаю, такие магазины, супер, гипермаркеты, они принимают, они не ведут такую вот свою закрытую жизнь какое-то, да, существование. Они принимают активное участие в благоустройстве городов, да, есть такие факты, в общественной жизни. Ну, дело в том, что это обязательный порядок. Существует лояльная программа субъекта. Любой субъект хозяйства, тем более, если это крупный субъект хозяйства, он не может быть отстранен от социальной жизни того иного региона, либо города, либо района. Ну, может быть, самоустранение, нет? Дело в том, что, можно сказать в благодарность нашим крупному ритейлу, что они принимают активное участие в социальной жизни. Это, как вы говорите, правильно назвали, это определенная программа лояльности для тех же ветеранов в преддверии праздников 9 мая к 3 июля. Также сетевой ритейл участвует в различных предприятиях, ярмарочных. Тоже, как вы помните, жители города Бреста 9 мая принимали, как бы, торговля была, в том числе и наши крупные, это Европы, Корона, Алмин, ну, такие знаковые. Они принимали участие в организации выездной торговли. И здесь же, как я опять говорю, при реализации инвестиционных проектов, зачастую различные предприятия, в том числе как республиканцев, так и местного ритейла, выполняют определенные социальные функции. Они оказывают помощь регионам, финансируют какие-то социальные программы, поддерживают определенные предприятия, спортивные учреждения и прочее. Но это все зависит, просписываются при оформлении инвест-договора, эти вопросы оговариваются отдельно. Как вы рассказывали мне, стадион, да, конкретный пример. Ну да, есть и факт, когда был построен инвестором в футбольной арене, и она была подарена лица региона. И у нас есть звонок, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поздравить с прошедшим днем торговли и задать вопросик. Когда будет открыт магазин «Лакомка» на Маяковского в городе Бресте? По данному магазину существует определенная проблема в части оформления санитарно-гигиенических норм. Надеемся, если уже решится этот вопрос, то данный объект будет открыт. Пока конкретных сроков я назвать не могу. А как ведется развитие торговли в малых городах, сельских и населенных пунктах? Есть ли какие-то изменения? Либо там стабильность некая присутствует? Как вам сказать стабильность? Дело в том, что любой процесс должен быть управляемый. Любая импровизация должна быть тщательно отрепетирована. Для развития торговой сети регионов в каждом фактически районе у нас разработана и утверждена схема размещения стационарных объектов торговли и стационарных объектов общественного питания. Она, конечно, в первую очередь касается торговых объектов площадью свыше, 400 квадратов метров выше, но в этих схемах прописаны места расположения, планируемые открытием новых магазинов, их формат продовольственного магазина, не продовольствия. Именно открытие магазина должно идти строго в рамках данных схем. И выполнение, в том числе и управление торговли области полукома, контролирует вопрос выполнения данной схемы, чтобы процесс был управляем. А как в сельских населенных пунктах? Вот недавно было принято такое решение закрывать магазины и продукты доставляют автолавки. Ну, как вам сказать, принято. Решение обоснованное же, да? Не просто так. Дело в том, что процедура закрытия магазина в расположенных сельских местностях, это такой процесс, если уже выполнять его в рамках требований, это процесс, опять-таки, должен быть организованный. Есть определенная процедура. Во-первых, должно быть обоснование. Это может быть экономическое или иное обоснование закрытия данного объекта. И при закрытии этого объекта должно быть в обязательном программе порядке проведенной встречи с местными жителями. То есть должно быть собрание местных жителей. В случае, если выявляются, могут быть выявлены факты, что данный торговый объект открывался, закрылся, ну, в нарушение данного порядка, то принимаются меры по привлечению виновных лиц к ответственности, в том числе. Тем более, что были прецеденты, когда закрытый магазин на селе, ну, открылся даже. Но также еще существуют факты закрытия магазинов, связанные, например, с временным отсутствием продавца. Либо на зиму, там продавец живет в соседнем, если он будет, и зимой трудно добираться. То на определенное время магазин закрывается, потом на летний период может открыться. Здесь к каждому случаю закрытия мы подходим строго индивидуально. Это касается не только магазинов, это касается комплексно-приемных пунктов, если уже касается сферы бытового обслуживания. Здесь каждый вопрос должен быть проходить, ну, тщательное изучение и процесс согласования, он, ну, довольно-таки серьезный. В случае выявления фактов, ну, мы рассматриваем строго. То есть, ну, все-таки без мнения населения, как бы не обходятся, да? Нет, любое открытие, закрытие торгового объекта должно быть, либо открыть, ну, первоочное закрытие не ущерб интересным гражданам. И, конечно, с ними согласуется режим работы тех же автолавок, графики их заезда. И если возникают какие-то вопросы, касаемые вот жалоб населения, мы также рассматриваем индивидуально каждую такую жалобу, связанную с работой с автолавкой и прочее. Ну, вот эти автолавки, они все-таки оправдываются, да? Ну, дело в том, что ни одна автолавка не сравнится с стационарным магазином. Вот у нас в Брестской области функционеры более где-то порядка 91 автолавка. Это от автолавки и, в первоосновом, конечно, от автолавки потребокоперации. Также действуют у нас автолавки, в частности, в Жемельковском районе, автолавки сети Евроупт. Есть еще автолавки, как бы, иных субъектов хозяйства, частные государства, частная форма собственности, и, как бы, полугосударственные корюрии. Открытые акционеры общества. Ну, они позволяют удовлетворить спрос населения на основные группы товара, а также в автолавках существует, как бы, система заказов. То есть при наличии потребности в каком-то более таком товаре, который может быть и не быть человеком, и имеет возможность заказать товар, и он будет привезен. Сфера услуг. Вы уже вскользь затронули ее, да? Вот создается такое впечатление, что и в городе, и в сельских населенных пунктах она находится в неком упадке таком, да? Не знаю почему, может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, то поправьте меня. В чем причина? Ну, здесь, если говорить, у нас в области функционируют порядка где-то 216 комплексных приемных пунктов на селе. Часть комплекса приемных пунктов находится в подчинении непосредственно районных комбинатов бытового обслуживания, а часть комбинатов у нас, комплексных приемных пунктов, подчиняется фойкам в систему ЖКХ, но они выполняют бытовые условия. Да, вы правильно заметили, что существуют определенные трудности. Ну, в первую очередь, это связано с чем? Опять-таки, изменилась, ну, я бы сказал, даже структура потребности населения. Изменились, например, расширился ассортимент товаров, которых, может быть, дешевле купить, чем там починить. Во-вторых, у многих людей появились уже даже те же машины-автомат, которых не было пару-десять лет назад, когда люди сдавали постирку белья, одежды в прачечные, и их выпадают слухи. Сейчас фактически современные машины-автоматы не заменяют вплоть до глажки. Есть такие модели, что обеспечить глажки. Это тоже влияет свой фактор. Также существуют изменения, как бы, интереса у людей, если раньше люди носили часы годами, сейчас же дешевые, например, часы, там китайское тоже производство, человеку легче, дешевле купить новые часы, чем поремонтировать старые, ну, прочее. И разнообразные. Но все равно эта система не снимается с контроля. Основной, как бы, показатель деятельности курс-приемных пунктов у нас – это понятие социальных стандартов в сельской местности. У нас, если брать по нашей области, данный показатель выполняется. Если по нормативу на один комплекс, на приемный пункт должен быть на 1800-2200 жителей, у нас где-то порядка около 2000 жителей. На 2000 жителей, в принципе, мы находимся в стандарте. И, опять-таки, как и с магазинами, даже если возникает где-то необходимость или потребность закрытия комплексов-приемного пункта, опять-таки, здесь мы подходим строго индивидуально. И этот процесс тоже регулируем и контролируем. Ну, а частным тоже позволяется, да, в этой сфере работать? Конечно. Частным структурам? Чем это наоборот даже приветствуется. Но они как-то, не знаю, эффективнее работают. Самое главное понять, что существует такой у нас реестр бытовых услуг. Любой субъект хозяйственный, либо индивидуальный предприятие, либо предприятие, которое хочет оказывать услуги, бытовые услуги, оно должно быть обязательно зарегистрироваться в данном реестре. Только как бы на основании внесения данного реестра, ну, дает право заниматься вот этим видами услуг. Здесь тоже надо понимать. И любой человек может просто-напросто узнать этот доступ на сайте Минторга, есть доступ в ее реестры бытовых услуг, можно узнать конкретно, даже через рейсполком, основные данные, адреса и телефоны, субъектов оказывают бытовые услуги. Да, вы правы с какой-то точки зрения, что часто они более гибко, они... Быстрее реагируют на рынок услуг. Да, они быстрее реагируют. Есть свои нюансы, но я бы не сказал, что есть у нас примеры, и когда и наши КПП, то есть даже КБО, тоже оказывают довольно-таки хороший спектр услуг, у них своя клиентура, и довольно-таки эффективно осуществляют деятельность. Какое внимание уделяется у вас внедрению новых методов продажи, внедрению новых технологий, торговый процесс? Торговля – это вообще процесс эволюционный. Торговля никогда не стоит на месте. То есть она всегда развивается что-то новое. Здесь самое главное, чтобы торговля шла в тесные взаимовязки. Торговля – производитель, торговля – потребитель. То есть торговлю должна давать сигналы производителя, что интересует потребителя, а потребитель дает сигналы торговли, что им интересно ему. Конечно, во главе у нас стоит организация торговли, именно открытие магазинов нового формата. В первую очередь, это, как я уже говорил, магазины шаговой доступности, небольшую площадь, порядка 400 квадратных метров, до 400 квадратных метров торговой площади, работая по системе самообслуживания. И здесь же уже принимаются различные системы и учета товаров, и системы расчетов. Просто-напросто, как я говорю, этот процесс, ну, он развивается по мере развития новых технологий и прочее. Как уже, например, сам просто интересуюсь, что уже есть системы, например, ну, пока только за границей, уже даже есть корзинка торговая, человек бросает в корзинку товар, и уже на дисплее на корзинке видно, на какую сумму товара у него находится в корзинке. Ну, вплоть до того уже есть. Есть система, когда человек через электронное приложение делает заказ в магазин, он приезжает к остановке магазина, дает кнопку «Я приехал», работать в магазин, ему приносят в пакетиках все, что он заказал. За этим будущее. И я думаю, надеюсь, что в каком-то времени у нас тоже это откроется. Тем более, что мы ставим упор на развитие такой отрасли торговли, как интернет-торговли. Сейчас ее удельный вес, конечно, весьма небольшой. В общем объеме товарооборота это область менее 1%. Но мы хотя бы стремимся, будем стремиться именно, чтобы, во-первых, данный процесс делать, опять-таки, регулировать, чтобы он действовал сугубо в рамках правового поля. И в-третьих, чтобы люди тоже почувствовали, что самоудобство вот этого процесса и увеличили объемы именно покупок через посредственные интернет-торговли. Это плюс отсюда. Меньше, чем в магазинах, как говорится, улучшение, как говорил, эмиссионные показатели, это расчеты карточками, прочее, прочее, через интернет-торговлю и прочее. Много путей развития торговля еще в себе, как говорится, подразумевает. Но опять-таки, как показывает практика, именно те торговые объекты, которые идут в ногу со временем, изучают ногу эти методы, они развиваются более успешно. Здесь, к сожалению, в современное время говорит такое, тот-то отстал на шаг, уже отстает уже и на километрах, в конечном итоге. Вот эта торговля через интернет, это, конечно, дело хорошее, но оно требует большой работы, работы по завоеванию доверия покупателям, потому что факты мошенничества существуют. Здесь же, опять-таки, надо смотреть в той части, как есть реестр бытовых услуг, есть торговый реестр, где носятся практически все субъекты хозяйства. Если человек в виде интернет-магазина, он просто может для себя узнать, зарегистрировал ли данный магазин в торговом реестре, законно ли осуществляется деятельность. Это все в рамках, ну, это можно сделать очень быстро. По адресу можно даже по адресу обратиться в органы регулирования торговли того или иного гор, райисполкома, и уточнить, есть ли такой субъект хозяйственный в торговом реестре. Внесение уже в торговое реестре говорит о том, что осуществляется деятельность законно. Если осуществляется деятельность законно, и какие-то возникают вопросы, здесь уже вступает как бы в норму отношения закона защиты прав потребителей. Если товар приобретен законно, на законных основаниях, то человек имеет, конечно, право защитить свои права. То есть весь СИИ, и он считает, что они были нарушены. Валерий Федорович, главный ваш ориентир – это спрос потребителя все-таки, да? Вы работаете на покупателя. Нареканий нет на то, что в последнее время на наших прилавках преобладают все-таки товары белорусского производства, и как соблюдается вот этот баланс, импорт и наш производитель. Люди хотят иметь широкий выбор и лично выбирать. Не так, чтобы вот что предоставили, ты покупаешь, а вот свобода выбора. Ну, если, например, свобода выбора, да, это, конечно, хорошо. Я, например, лично рад, чтобы было больше нашего тесни товара. Ну, знаете, тут такая взаимовязанная цепочка. Наш рабочий произвел товар, товар продали в магазин, магазин заплатил заводу, завод разобрал зарплату рабочую, рабочий полмагазин купил, то есть взаимовязка. Но вы правы в чем? Конечно, выбор должен быть всегда. Товар может быть как отечественным, так и импортным. И здесь, конечно, стоит дело за покупателем, выбором. Не можем фактически весь образно говорить, каким-то путем можно заставить, поставить товар на полку, но заставить человеку купить товар, ну, возможности такой просто-напросто у нас нет, слава богу. Но все равно мы должны работать с той точки зрения, что импортный товар, это должен быть не основной, а как бы дополнительная группа товаров. Если говорить уже по удельным весам, то у нас, да, слава богу, преобладают отечественные товары. Более 70% в удельном весе товароборота это товары отечественные, а в продовольствии этот удельный вес превышает 80 даже процентов. И я считаю, что можно еще резервы увеличения доли по отечественным, по первую очередь, продовольственным товарам, она у нас еще доля очень большая. Но главный потребитель устраивает? Нет нареканий на них? Ну, если уже сказать, единичные, конечно, есть обращения, никто не может будет. Но бывают факты, что кто-то что-то обнаруживает, и все эти случаи возникли. Но таких глобальных. И самое главное, самое главное, что за прошедшие пару лет нет обращений таких массовых граждан на отсутствие какого-либо товара. Все помним ажиотажи, когда были вопросы там одно время то створога не хватало, то молока не хватало, то сахара не хватало, то того уксуса. Ну, время от времени. Вот последние два года, слава богу, удается нам регулировать данный процесс благодаря очень хорошей работе как торговых организаций, так и производителей. Потому что именно наша задача и стоит, чтобы их выровнять, вот эти острые углы взаимоотношения производителей и торговых. И весь, и уже, посмотрите, меньше перебаев, вот Новый год с 14 на 15, хоть с 15 на 16, и весь уже так образно говорит, это были первые годы, когда фактически не создавали страховые запасы шампанского, кондитерского и прочее. То есть всего хватает. И люди уже фактически имели выбор, как там шампанского, конфет, фруктов, овощей, к новому году, к новому году. То есть это, ну, показательная наша все-таки работа. Я еще хотела сказать, что думаю, что и люди сами начали понимать, что не все то, что привезено к нам, да, из-за рубежа, не весь импортный товар, качественный товар. Вы понимаете? Среди нашего товара тоже много очень хорошей, вкусной, качественной продукции. Это что касается... Дело в том, что наши производители вообще молодцы в какой части. Они уже начинают действительно вести работу, если посмотреть, сколько уже новых упаковок появилось, сколько новых видов продукции. Очень оперативно реагируют на спрос. Ну, далеко ходить надо наши молочники, даже наш местный производитель, вставочный продукт, какой спектр продукции и прочее, прочее, детское питание и прочее. Но это же относится и к Березовскому сыродельному комбинату, и к Коблинскому маслосыродельному заводу. Ну, и Ляховические молочницы, вот тут, и Лунецкий. Ну, все наши крупные эти заводы производители молочные, ну, может, кого-то не назвал, пусть не обижаются, но их продукты тоже качественные. И уже у людей действительно сформируются, у них у людей клубы по интересам. Этот берет сметану одного производителя, молоко второго, йогурт третьего. То есть у них уже есть как бы своя продовольственная корзинка сформирована из различных производителей. Это хорошо, когда у человека есть выборы, возможности, свои приоритеты, пристрастия, и то, что кто любит, когда во время поста, например, что кто любит во время праздника, это очень даже хорошо. Но в то же время многих волнуют некоторые вопросы ценовой политики, да, насколько я знаю. Цены в магазинах. Вот приходишь в магазин, один и тот же товар в одном магазине стоит меньше, в другом в несколько раз больше. Вот чем это можно обосновать? Ну, дело в том, что, во-первых, давайте говорить о том, что у нас в стране свободное ценообразование. И группа товаров, на которых действует как бы госрегулирование, весьма ограничена. Это в основном являются свежие картофель, свекла, морковь, лук репчатый. Ну, вот такая ограниченная группа товаров, где действительно идет регулирование госрегулирования цены. И мы, мы и там органы регулирования ценообразования контролируем вопрос соблюдения, в первую очередь, конечно, второго надбавки. Но это не говорит о том, что государство вообще просто-напросто, ушло от регулирования данного процесса. Все равно идет мониторинг, постоянный мониторинг торгового пространства. Именно смотрится по тем позициям, сравнивается, это фактически еженедельно, сравнивается товарная позиция, по которой может происходить резкое увеличение цены. В случае выявления таких фактов, мы анализируем причины и определяемся. Это могут быть и факты, связанные с, например, с импортным товаром на внешних рынках, связи макроэкономических показателей. Это могут быть измениться, связанные и производители цены некоторые повышают. Здесь все надо смотреть, как, опять-таки, каждому вопросу, вопиющем, такой случай подходит индивидуально. Ну, как в таковых случаях, ну, явного нарушения, какого-то злонамеренного. То есть, такого производства со стороны объектов торговли нет, что, как люди говорят, накручивают цены кому как сдумают. Дело в том, что вообще любой торговый объект, любой, как бы, как судьбы хозяин заинтересован, чтобы товар был продан. Вот на это направлены, честно говоря, и все мероприятия, которые у нас проводятся. Если, так и образно говорят, то за полугодие уже у нас проведено более трех тысяч именно распродаж по сниженным ценам. Из этих трех тысяч более тысячи ста распродаж именно по договоренности с производителями. То есть, цену снижал как производитель, так цену снижает и магазин. То есть, торговую надбавку взаимно идет. Если уже у нас также существует практика в области проведения таких ярмарочных мероприятий вот в текущем году буквально 20 августа возле легкоатлетического манежа будет уже, надеюсь, традиционно наша стоковая ярмарка, куда будут приглашаться производители продукции легкой промышленности как области, так и за пределы области, как республиканские предприятия. Люди, которые были в прошлом году, в этом году уже она была в апреле месяце, могут оценить, потому что цены реально там проводились в существенной скидке. Так что уже заранее готовьтесь 20 августа с 10 утра уже будет работать ярмарка, милости просим. Но там есть большие шансы купить что-то по более приемлемой цене, да? Так точно. Ну, это у нас именно в преддверии существенный скидительный товар летнего ассортимента, может быть. Ну, там вообще широкий спектр одежды будет. Одежда, там продукции иная, продукции легкой промышленности. Если в прошлом году участвовало порядка, где-то у нас было 36 участников, в этом году надеемся, что все-таки их станет больше. Ну, и качество товара там соответствующее. Дело в том, что там именно в основном продается отечественная товар наших производителей. Ну, если есть какая-то доля импортных, ну, конечно, качество соответствующее. Ну, по крайней мере, за предыдущие годы, в прошлом году, в этом году нареканий, каких-то жалоб на ненадлежащее качество у нас не поступало. Плюс еще, опять-таки, весь уже говорить по ярмаркам, мы продолжим практику вот прошлого года, будет определяться в городе Бресте, в городах областного починения и в районных центрах площадки по дополнительные места продажи сельхозпродукции, это в дополнение еще к рынкам, где будут продаваться продукции сельхозпроизводителей. Этим будет разработан, утвержден график проведения мероприятия, он будет доведен до населения, и люди просто-напросто в преддверии зимы могут себя обеспечить там плодавочной продукцией. Ну, такие ярмарки, я знаю, пользуются успехом, и очень нравятся населения. Это, конечно, хорошо. Дом населения было продано порядка 8 по карту, более 2,5 тысяч тонн картофеля от этих ярмарок. Что цифры довольно-таки существенные. Валерий Федорович, ну, за завершение нашей программы все-таки Ваша точка зрения на сегодняшнее положение дел в сфере торговли и услуг и видение дальнейшего развития. Кратенько. Ну, Вы, в принципе, и начали уже наш диалог о том, что торговля развивается динамично. Вы довольны, да, тем, как он развивается и тем, что мы имеем на сегодняшний день. Если уже доволен, надо уже брать портфель и уходить. Всегда есть какая-то недостаточность. Всегда хочется, чтобы было лучше. Самое главное, самое главное, это удовлетворение потребностей нашего населения. Обеспечение наших людей качественным товаром в широком ассортименте. И здесь должно быть именно роль торговли, она должна быть инструментом, который позволяет людям свои потребности в рамках разумного удовлетворять в полном объеме. И здесь же торговля, как я уже говорил, это переходное звено, которое по желанию потребителей должно передать производителям, чтобы все-таки производилось то, что может быть продано в нужном количестве и нужном качестве. Конечно, это важно. Ну и в завершении, что вы можете пожелать своим коллегам? Еще раз с праздником. С прошедшим всех праздником. Счастья, здоровья, успехов, хороших и денежных покупателей. Мира в ваши дома. Все самое лучшее. Ну что ж, я еще раз присоединяюсь ко всем этим поздравлениям с праздником. Ну а вам, уважаемые телезрители, говорю до свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова